Первый за 30 лет атомный реактор, произведенный на Дону, установит в Белоруссии. Сегодня в Волгодонске завод «Атомаш» отгрузил многотонную конструкцию. До пункта назначения его планируют доставить за 70 дней, а маршрут будет пролегать по суше и воде. Первый этап большого путешествия в репортаже Андрея Сапегина. Грандиозная по масштабам, ювелирная по исполнению и уж точно эпохальная. На заводе «Атомаш» в Волгодонске началась многодневная операция по отгрузке и транспортировке корпуса атомного реактора. Впервые за 30 лет предприятие, единственное в России, обладающее компетенциями в создании полного комплекта оборудования для атомных электростанций. Так вот, впервые за 30 лет «Атомаш» создал атомный реактор и отправил его в Белоруссию. Журналистам дали возможность увидеть только буквально несколько минут этой процедуры. На самом деле, операция по транспортировке атомного реактора очень сложна и трудоемка. Стоит только сказать, что вес корпуса реактора превышает 330 тонн, высота 13 метров, а диаметр 4,5 метра. Транспортировка до Белорусской АЭС представляет собой сложную логистическую операцию. От завода-изготовителя корпус реактора будет доставлен на специализированные автомобильные техники на причал Цемлянского водохранилища в Волгодонске. Там начнется речной этап, который продлится до города Великий Новгород. Ну и далее до города Островец. Перевозка пройдет по железной дороге на специализированном транспортере. Мы строим нашу Белорусскую АЭС. И эта станция будет работать в базисной части графика нагрузок белорусской энергосистемы. И позволит нам снизить себестоимость производства в целом энергосистеме производства электрической энергии. Ну а это дыхание для экономики страны. Уместно в этом случае дать историческую справку о заводе «Атамаш». Он был построен в 70-х годах как крупнейший изготовитель оборудования атомных электростанций. А в постсоветский период едва не утратил свои компетенции в производстве такого оборудования. В 2012 году «Атамаш» вошел в состав машиностроительного дивизиона госкорпорации «Росатом». После чего на заводе была запущена программа восстановления производства оборудования АЭС. На мой взгляд, сегодня это просто вторая новая жизнь этого предприятия. Потому что действительно он был построен в 76-м году. В следующем году будет 40 лет предприятию. Но был большой перерыв. И сегодняшняя отгрузка изготовленного первого корпуса реактора здесь, во-первых, означает то, что мы полностью вернули в строй российского гиганта промышленного. Во-вторых, это означает, что мы с производством реактора, с отгрузкой этого реактора можем изготавливать здесь все оборудование, связанное с реакторным островом. Так что нынешнее событие, нынешняя отгрузка полностью подтвердила то, что завод «Атамаш» полностью восстановил компетенции в создании высокотехнологичного сложнейшего оборудования для атомных электростанций. Андрей Сапегин, Сергей Волоконский, Николай Филиппов, Вестидон, Болгодонск.